АПЛОДИСМЕНТЫ Тема нашей встречи обозначена как лекция, концептуальная основа взаимодействия ислама и христианства, но я думаю, что нам удастся эту встречу построить еще и в режиме такого взаимовыгодного, конструктивного, эффективного, взаимополезного диалога. Но прежде всего, все-таки первое слово вам, вот та лекционная часть, которую мы хотели бы услышать для того, чтобы углубиться в понимание того, что заявлено, собственно, в теме нашей сегодняшней встречи. Спасибо. Огромное спасибо. Огромное спасибо за приглашение, за то, что вы пришли. Мне понравился формат, где надо, я могу говорить, хлопайте, вы будете хлопать тогда, да, аплодисменты, и все, мне удобно, буду ориентироваться. Но вообще можно, конечно, если хотите, можно спонтанно, где понравилось, хлопайте, где не понравилось, не хлопайте. Тут сходится. Да. Конечно, я думаю, для такой встречи она полезна во многих отношениях, потому что, скажем так, у нас, к сожалению, есть такое ощущение, что, и мы так и говорим, что церковь отдельно, а государство отдельно. Это народ отдельно, церковь отдельно, но мне кажется, ведь в жизни каждого человека бывают моменты, когда тяжело и грустно бывает, и не знаешь, куда пойти, и человек обращается, не знает, куда обратиться, и он поднимает глаза вверх. Вот, и здесь мы оказываемся на одной платформе вместе, священники, и я думаю, в этом плане, если бы у нас было здесь муфти любое, он бы сказал, что да, мы, наша задача священников и любых служителей религиозных, прежде всего, это общение с Богом. Вот, насколько у нас получается, бывает получается, бывает нет. Вот, но я помню, когда мы пришли, я пришел в семинарию, у меня было первое ощущение, мне было 17 лет после школы, и это был 97-й год, и я думаю, так, куда я попал, где же должны учиться святые люди? А я же не святой, я уже в 17 лет, я был не святым, может, в 17 лет. Вот, и потом я помню, сколько было тоже таких разговоров и дискуссий, говоришь, ну, в семинарии же должны учиться уже, или мы от вас ждем, чтобы святые люди должны быть соответствовать. Вот, но я тогда себе ответил на вопрос таким образом, что когда человек приходит в семинарию, или даже в монастырь приходит, начинает свой путь, может, в Медресе, здесь только начинается его путь к Богу. Здесь он сталкивается с тем, что он может посмотреть на себя, увидеть, какой он есть. И в этом плане, будь то семинарии, будь то Медресе, дают как раз такую возможность, не отвлекаясь, посмотреть на себя, потому что когда мы живем, ну, скажем, таким церковным языком, в миру живем, или просто вот в обществе каждый день, ну, особенно если, будь то, Москва или Казань, это такой, так, а вот, вот, какой, да, да. Можете хлопать, хорошие фотографии, можете хлопать. Саудовская Аравия, да, 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 да. Можете хлопать спонтанно, я вот чтобы это, а то скажете, пришел батюшка здесь командует, потому что это нехорошо. Вот, просите. Вот, и поэтому, конечно, скажем, ритм города или просто ритм такой обычной общественной жизни, он не настолько способствует тому, чтобы наоборот сейчас все, я думаю, это тоже такая не новость, может быть не моя тема, но тем не менее, может быть, с этого и начать, что жизнь современного человека и все, все, как мы живем, оно нацелено на то, чтобы нас развлечь. Да, ну, чем больше развлечений, это, чтобы нам не было скучно, правильно? Вот, если батюшка сейчас начинает говорить, скучно, вот сразу, я не знаю, здесь можно смотреть в телефон или нет, но если бы на лекции точно полезли бы в телефон, да, ведь? Ну, очевидно, потому что там не скучно, а здесь скучно. А развлечь, оно вот мне сейчас пришло в голову, развлечь, что становится развлечь? Этимология, да, у нас, мне приходит сразу однокоренное слово отвлечь, отвлечь человека. Вот, я не знаю, в какой-то момент, буквально, у меня был совсем небольшой период, я когда, там, тик-ток, тик-ток, раз, и вот тик-ток, и он раз, он развлекает, ты ничего не делаешь, время проходит, не выносишь вообще ничего, время прошло, ты развлекся, отвлекся, а результат, ты, но, мне кажется, вот это развлечение, оно есть, часто оно отвлечение от жизни. Жизнь проходит, жизнь уходит, а мы развлекаемся. Если, может быть, для кого-то, конечно, если кто-то формулирует для себя, что жизнь – это и есть развлечение, то это самый удобный способ. И в этом плане, я думаю, тоже далеко ходить не надо, это уже тоже тик-ток, это не новость, потому что, мне кажется, механизмы, в принципе, такие психологические, они, в принципе, одинаково везде действуют. Вот эти компьютерные игры, да, можно зайти и выйти через сутки. Я думаю, если кто сам не проходил, то, я думаю, есть все равно такое, значит, теоретическое понимание, что есть механизмы вот этих компьютерных игр, развлечений, которые человеку ходит, может, ему не нужно ни воды, ни еды, ничего, он там. Но живет он или не живет в этом случае? Или он отвлекся, отвлекся от жизни? Его что-то увлекло, жизнь идет, его может пройти так и год, и два, и три, и жизнь пройдет, а он будет там. Он прожил жизнь или жизнь прошла сама по себе, он прошел в этом развлечении, отвлечении, его увлекло поток параллельный. И, конечно, когда мы говорим уже о религиозной жизни или просто о жизни человека, насколько мы ценим жизнь, насколько мы ценим минуту нашей жизни, религия, мне не нравится, конечно, слово так в этом плане религия, хотелось бы сказать сразу или православие, или ислам, дает однозначный ответ, что религия дает понимание то, что минуты нашей жизни, так вот это развлечение надо выключить, наверное, это развлечение, отвлечение, да, это хорошо, но оно так и отвлекает. Потому что жизнь, она временна, вот, в которой мы здесь проживаем, и, наверное, в молодости оно, может быть, не так это ощущается, а чем дальше, тем, думаю, каждый человек ощущает, что время надо ценить, и не зря вот эти всякие выражения, если бы молодость знала, если бы старость смогла, да, там, вот такие эти, если бы я понимал, в чем смысл жизни изначально. И не зря вот это тоже, наверное, уникальная совершенно советская песня, есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. А если посмотрим на себя, насколько мы вот живем, вот мы сейчас находимся, или мы ждем, когда, вот я по себе знаю, что если были лекции какие-нибудь в институте, в университете или где-нибудь, мне, я всегда ждал окончания лекции. И был быстрее, чем быстрее закончится, тем лучше. И, конечно, думаю, в природе человек в этом плане есть, конечно, такое ощущение, что мы живем или в прошлом, или в будущем. Или у нас хорошие воспоминания, или мы ждем там, условно говоря, если тяжелый день ждем, когда быстрее закончатся эти лекции, быстрее домой там поужинать, фильм посмотреть, или встретиться с друзьями, или вспомнить, как мы хорошо провели лето, как будет лето на следующее, планируем. А вот сейчас, что я сейчас делаю? Чем именно сейчас я занят? Ну, сейчас мы с вами общаемся, да, вот как это мы пытаемся задуматься. А обычно, что я делаю в момент, вот в этот момент, вот когда я живу? Это, наверное, вот я по себе скажу, не первый день об этом думаю, но я думаю, это не я только думаю, это очевидно такая общая проблема философская и жизненная. Как жить? Как жить вот сейчас, чтобы это было не потом и не назад, не назад, не вперед, а вот сейчас. Как прожить, чтобы это было именно сейчас? Вот, и это, конечно, такая, по-моему, сложнейшая задача. И разные есть техники, практики. Не зря бывает, что человек хочет побыть один. Вот, это мне вот моя племянница у меня, ей сейчас 7 лет, ну, как-то там полтора года назад, я там 5 с половиной лет, мы едем на дачу, у меня сестра, они там с племянницей сидят сзади, я за рулем таким, нам еще минут 20, наверное, ехать там, ну, там полтора часа от Москвы, условно говоря. Едем там, минут 20 осталось, говорит, давайте поедем в тишине, все. И мы 20 минут едем в тишине, все, она говорит, давайте все, в тишине, все. Пока она не даст знак, что можно говорить, нельзя говорить. Понимаете, вот у ребенка есть какое-то ощущение, что нужна вот это, или какая-то тишина, или отвлечение. А сейчас даже если люди уходят, даже уединяются в лес, на природу, чаще всего, что с собой. Чаще всего какая-то музыка, опять же, это такая, нет, уже такое отвлечение, и уединение. А в этом плане можно вспомнить Иван Ильин говорил, что насколько важно вот этот момент созерцания, остановиться, созерцать, жить в этом моменте. Потому что и время, это же такая категория, она особая категория времени. Если скучная лекция, на ней можно или заснуть, или можно, она может тянуться бесконечно, как очередь, например, очередь. То есть бывает, когда ты спешишь, и вдруг у тебя там, условно говоря, 5 минут ты опаздываешь, забегаешь в студенческую столовую, а там 10 человек, елки-палки, а у меня 5 минут. И вот эта очередь, все это бесконечная очередь. А бывает там как-то раз, или фильм, или какая-то компания, и может полдня пролететь. Или вспомнить, что было год назад, когда это было, давно или недавно, год назад, или два года назад. Насколько вот по самому понятию времени, насколько оно сложное, живое, настоящее, и оно не поддается нашему, нашей регуляции. С одной стороны, оно идет неизменно вперед, с другой стороны, оно может быть и тянуться, может ускоряться, уменьшаться. Это такая... Не зря есть такие даже ученые физики, говорят, что время – это субстанция, которая может сжиматься, разжиматься. Более того, скажу, я думаю, батюшки меня не возразят. Был такой даже... Некоторая фактура есть, например, там в Иерусалиме, если я не ошибаюсь, там лампада, условно говоря, там возле дуба Мамврийского, там была лампада, которую заливали, и она год горела. Один раз заливали, и она год горела. А потом стали замечать, что она не успевает выгорать. Время сокращается. Объяснимо нам, ну скажем, глупость какая-то. Время идет и идет. Как это сокращается, не сокращается. Но мы знаем и в Библии, да, сказано, там один день как тысяча лет у Бога. И вот эти дни творения тоже мы... Ну, дни творения, когда там первые три дня там и солнца не было, там как считалось. Вот, поэтому это вот такие общие размышления. И, конечно, как уже, как священник, и тем более, как человек, который столкнулся с мировоззрением разным, и мне пришлось жить в разных странах, вот последние три... В декабре был три недели в Саудовской Аравии, мне попросил, мне любезно предоставили возможность, я говорю, мне надо преподавать, вот такое сложилось, мне надо преподавать в Казанской духовной семинарии. Кстати, кто захочет, у нас, ну, можно приходить, пожалуйста, да? Да, возражать не буду, да, но если я могу приглашать на свои лекции, да? Если хотите, вот я через неделю приеду, буду несколько лекций читать в Казанской духовной семинарии. Я нашим, моим, скажем, друзьям, среди которых, ну, я так, беру на себя смелость, генеральный секретарь Всемирной Исламской Лиги, Абдул-Карим Алиса, он был и в России, и с Патриархом встречался, я написал, говорю, мне нужно преподавать ислам, но я не хочу преподавать ислам, как я понимаю, я могу преподавать, как я, понял, но я говорю, вы меня научите, чтобы я вам правильно рассказал нашим студентам, я говорю, о, отлично, хороший день, никто у нас не просил, но давайте, приезжайте, вот, они меня хорошо приняли, три недели ко мне приезжали профессора каждый день, я жил в Джидди, каждый день ко мне приезжали профессора из Мекки, вот, и пять человек мне рассказывали об исламе, поэтому у меня такое было интересное живое общение, последний день, кстати, тоже был эпизод, они говорят, а теперь расскажите нам о Христе, но у нас, поскольку все это было на арабском, то мне хорошо, у меня было хотя бы два дня, оказалось, это очень непросто, потому что о Христе, условно говоря, на русском я привык говорить, поскольку, поскольку много лет учился в Италии, мне на итальянском мог говорить, может, на других языках, на арабском, оказалось, оказалось несложно, ну, очень непросто, но для меня был хороший, полезный опыт. А если мы говорим о исламе и христианстве, то, конечно, вот некоторые вещи базовые, вот я сталкиваюсь с том, что мы не знаем, не понимаем базовые вещи, причем это касается, будь то христиан, будь то мусульман, и будь то людей, которые не, скажем, профессионально, не занимаются этим. И здесь, конечно, устаёт вопрос, нужно ли нам изучать христианство, нужно ли нам изучать ислам, зачем это нам нужно, в каком качестве, в каком контексте. Вот, и здесь, может быть, вот я хотел бы, я такое небольшое, мне сказали, что вас уже должны были разогреть, но поскольку я там, мне попросили интервью дать, мне кажется, нам немножко вы успели остыть пока после разогрева. Я бы хотел спросить вас, какое, может быть, чтобы вам было бы интересно услышать, потому что, ну, примерные темы, которые мы можем рассуждать, это взаимодействие христианства и ислама современное, нужно или не нужно, в контексте российском или международном контексте, взгляд ислама на христианство, взгляд христианства на ислам, общее, что нас объединяет, что нас разъединяет. Я бы обозначил эту тему свою как вот концептуальные основы взаимодействия ислама и христианства. Я могу об этом чуть-чуть поговорить, если вам это интересно. Если не интересно, скажите, я могу вам рассказать о жизни в Италии, где в Риме вкуснее пицца, могу рассказать, в принципе, где в Норвегии, какой фьорд красивее, там много раз был. Вот, может быть, от вас, если у вас какие-то вдруг пожелания есть, если нет, тогда я продолжу говорить, что мне кажется. Я так услышал, что поступило предложение к активному диалогу с залом. Пожалуйста, значит, микрофон у нас есть в зале. Кто готов первым сформулировать свой вопрос, свою тему, который ему кажется интересный. Вот чуть назад передайте микрофон. А пока микрофон переходит, знаете, вот в связи с той вводной, о которой вы говорили, сразу цитата возникла, сейчас очень актуально, много там говорят об этом, говорит вот об удовольствиях, о развлечениях, которые нами как бы верховодят, когда мы все или иные предопределяем себе шаги жизненные. По-моему, Раневская говорила, что все, что в жизнь доставляет удовольствие, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению. Вот означает ли это, и вот то, что вы сказали, что от удовольствия как-то надо искусственно отказываться? Вот как к удовольствию все-таки относиться, поскольку к удовольствию, к развлечению, о котором вы начали разговор? Удовольствие удовольствию в розни, например, и здесь как раз мы сразу раз входим в некоторый разный взгляд христианства и слабо на удовольствие, например. Ну, что такое удовольствие? Вот у нас был великий пост сейчас, да, вот я помню, первый день не поел, ничего не ел, на следующий день у меня кусочек хлеба, это знаете, какое было удовольствие? Не можете себе представить, вот просто это огромное удовольствие. А кто еще бывает, еще люди бывают, ну, вот я знаю, у меня и знакомые, есть такие монастырская традиции, они первые два дня не едят и не пьют, и для них уже глоток воды, это, представьте, какое удовольствие. Законное удовольствие, да, это необходимо. Человек не спит там неделю, две, три, там, по четыре, пять, ну, шесть часов, и потом и дает возможность поспать, ну, это удовольствие, наслаждение, безусловно, только коснулся подушки, думаешь, что может быть более блаженное? Вот, вопрос, конечно, на самом деле природа удовольствия, и к чему они приведут, потому что одно дело, кто-то получает удовольствие, это, скажем, занятие спортом, да, но это получается, если разумно человек это использует, для него это будет, ну, до конца жизни, это будет, так скажем, здоровый образ жизни и сохранить свой функционал, правильно? А кому-то нравится еда, удовольствие, еда, безусловно, это нам дано, и даже в Евангелии, в Библии сказано, хлеб сердце человека укрепляет, а вино веселит сердце человека, вот, то есть у нас сказано вот и хлеб, и вино уже, замечательно, в принципе, когда ты живешь в Италии, там как раз больше ничего не надо, пицца и вино, хлеб и вино, но вопрос, когда мне это, до какого момента, если мы тоже, ну, человек проголодался, да, такие простые вещи, просто они вот подходят, вот эти примеры, ничего нового, человек проголодался, да, пришел, и у него там за столе такой стол, там вот, прием там, 30-40 блюд, он голодный, он одно, второе, третье, пятое, через сколько минут ему это будет уже не так интересно, сколько человек сможет так, если даже активно, ну, даже не активно, ну, 10-15 минут, а потом ему, давай еще, а вот еще смотрю, пусть не, уже, уже, мне кажется, через 20 минут, уже, уже это будет уже не удовольствие, а ну, через 5-10 минут уже это будет, ну, я не знаю, может, у кого-то, другой есть опыт, может быть, но в принципе, ведь достаточно быстро это удовольствие заканчивается, вот, и поэтому есть удовольствие и наслаждение разного, разного характера, и когда вот так с людьми общаешься, люди приходят на исповедь и говорят, вот в жизни так, что-то не складывается, я говорю, а хотите быть счастливыми? кто не хочет быть счастливым? В чем оно счастье? Вопрос, сам человек как определяет свое счастье? В чем оно счастье? У меня был, лично у меня был опыт несколько лет назад, давным-давно, я жил в Лондоне, так получилось, что я жил у Абрамовича, ну, и у Ирины Абрамовича. Это удовольствие. Это удовольствие, да. Как говорится, все 44 удовольствия мне там каждый день приносили еду, убирали, все красиво, центр Лондона, Челси, все. Но у меня был самый, внутри у меня было как-то вот все, ну, по разным причинам у меня было всегда на душе очень тяжело. Не то, что у меня было, у меня сверху было все замечательно, а внутри у меня был тяжелый период жизни какой-то такой, и мне вот это все вверх, внешне это было не в удовольствие. Оно внешне все было. и если я думаю тоже ни для кого не секрет, что статистика говорит о том, что самый высокий процент самоубийств это вот самые состоятельные страны, самые лучшие, высшие уровни жизни, так сказать, как называется-то у нас, скажите, скажите, на население, там самый высокий процент самоубийств, потому что у людей все есть и заканчивается мотивация к жизни, все есть, все удовольствия доступны, а уже ничего не хочется, ради чего жить. А христианство в этом плане, ислам по-своему, христианство по-своему дает определенный ответ, говорит, хочешь быть счастливым, в чем твой счастье? Господь говорит очень просто, научитесь от меня, что я кроток и смиренный с сердцем, и у вас будет покой в сердце, у вас будет мир на душе. У нас может быть все, а мира может не быть. Бывает, я не знаю, у меня в жизни бывает, вроде все есть, а какая-то или новость перейдет, или кого-то там что-то сказал, и у тебя вдруг внутри вот это все какое-то неспокойствие. Вроде все замечательно, люди говорят, что с тобой, что происходит? Да все нормально, все хорошо, что-то тебя внутри что-то кольнуло, и у тебя нет спокойствия на душе, вроде бы все замечательно, все это. Поэтому, а вот этот мир душевный, спокойствие, радость, вот если мы поймем, что это для нас это в этом счастье, тогда мы будем к этому стремиться. Если для нас счастье условно говоря деньги, мы будем, да, работать, чтобы деньги, деньги, деньги. Для кого-то счастье вести такое, скажем, не привязанное к какому-то месту оба жизни, они становятся путешественниками. Если человеку нравится свобода и свобода выражения, и у него есть к этому дару, он будет писать картины и в этом находить удовольствие. Поэтому здесь вопрос, в чем человек определяет, полагает и ощущает свое счастье. Я скажу не из своего личного опыта, но у меня было общение с людьми, которые провели много лет жизни в тюрьме. Вот был такой священник, отец Михаил Труфанов. Его книжечка издана, можете найти воспоминания первые 40 лет в моей жизни. Он в 20 лет, в 1939 году, по-моему, если не ошибаюсь, приехал в Москву, он был сын священника, его взяли как неблагонадежного врага народа, сын врага народа, и 20 лет, он до 40 лет провел свои лучшие годы, можно сказать. Вот сейчас представьте, да, нас, в 20 лет тебя взяли и тебя 20 лет в тюрьме продержали. И он, и многие другие говорили, что это были самые счастливые годы их жизни. Как это объяснить, как это понять, может ли быть такое? А он говорит, а тогда было, мне Господь давал такую радость и утешение, я молился, читал Евангелие, я был с Богом, и мне было все хорошо. Не было еды, не было одежды, вокруг ругань, холод, грязь, а внутри, внутри, внутри счастье какое-то. Не знаю, у нас, наверное, к сожалению, мы в этом плане, нам сложно говорить, наше поколение, в принципе, оно потеряло эту способность радоваться, в принципе. Раньше, если посмотреть, даже раньше, вот Советский Союз, мы смотрим фильмы, и нам кажется, что-то какое-то такое ненастоящее, как они там, я думаю, вы подтвердите, что было какое-то настроение, вообще просто, просто какая-то радость, а вот сейчас, например, вы, где ваша радость? Вы меня увидели, почему-то ничего, почему-то, не рады, меня увидели. Почему-то. Так вот, это мы далеко пошли в Советский Союз, а вот посмотрите, дети маленькие, два-три годика, четыре годика, они смеются, играют, радуются, все им, ты покажи там травинку, цветочек, солнышко, лужа, пробежал по луже, счастье, запустил кораблик, счастье, а нам что нужно для счастья? Нам, мы не знаем, что нам для счастья нужно, даже вот я, вот, поэтому, поэтому здесь вот, вопрос это такой, он и, религия однозначно отвечает, что, поскольку, поскольку жизнь от Бога, и Бог есть, настоящее счастье и блаженство, то мы там и должны искать источник вечного блаженства, источник вечного счастья, и кто с этим столкнулся, сталкивался хотя бы раз в жизни, по-настоящему, как, к сожалению, анти-анти-пример, когда человеку нельзя, почему нельзя давать, пробует наркотики, потому что он попробует и подумает, что там счастье, он туда уйдет и погибнет, он найдет там свое счастье, которое оно окончится или с дозой, или с деньгами, которые он потратит, или просто со здоровьем, но то же самое, по-своему, алкоголь там, другого рода, или сейчас всякие, ну, примеров много, но оно, а очень ограниченное счастье, и человек думает, что это вот это счастье, но в этом плане и, скажем, я должен все равно говорить и ислам и христианство, ну, поскольку я пришел, как, вроде бы, у нас такая тематика межрелигиозная, и ислам и христианство по-своему однозначно говорят, что здесь, то, что мы здесь находимся, это наша подготовка, она очень скоротечная, она очень быстро проходит, и даже если вспомним, мне здесь посоветовали, не знаю почему, ну, видимо, есть в этом, что, говорит, Булгакова надо именно в Казани посмотреть, вот, в театре, он говорит, человек смертен, и бывает внезапно смертен, а мы готовы к смерти, причем здесь, как раз я позволю себе, была как раз вот эта тема, она сейчас немножко отошла на второй план, но когда была, пандемия пришла, какое было чувство у всех, у большинства, какое, ну, скажите мне, страх, страх чего? Какой неизвестности? Ну, болезнь, болезнь, причем-то, а неизвестности чего? Страх болезни, ну, болели и раньше болели, а чего страх? Помереть страшно было, вот все, страх смерти, естественно, страх смерти для человека, очень естественно, страх смерти, если тебе сейчас это, каждый, каждый, каждый отдаст, когда железнили кошелек, это бери кошелек, не надо мне, кошелек, это я хочу жить, а вот я, я обращаюсь, была вот, это у меня несколько выступлений, ну, таких вот просто, небольших на межрелигиозных конференциях, я говорю, смотрите, христианство, о чем говорит, говорит, и мы грядущего града взыскуем, наше пребывание здесь, это временно, апостол Павел говорит, что я хочу быстрее разлучиться с телом и быть со Христом, вот мое, смерть мне, как-то, не помню, Христос приобретение, то есть, я хочу, я хочу быть быстрее, быстрее там хочу оказаться, что меня здесь держит, ранние подъемы, труды, дождь, снег, холод, мне хочется быстрее там быть, там жизнь бесконечная, блаженная, я верю в это, апостол Павел говорит, и любой христианин, по идее, должен быстрее, быстрее бы туда стремиться, ничего меня не держит, Ислам что говорит? Мусульмане есть у нас, да? Инна лиляхива и лихи раджиун, что это значит? Да, мы к Богу, и к Богу наше возвращение, то есть, мы вернемся к Богу, мы, главное наше это, а почему же мы тогда боимся смерти, если нам обещано, для мусульман обещано вообще, на месте мусульманина, вообще ждал бы ковида, как это, сказал бы, мне там гурии ждут, меня там вообще, класс, вообще просто, что еще надо для, но на месте христианина, тоже нам, как что? Дела держат, Дела держат, я не знаю, когда, когда мне что-то хочется, меня ничего не держит, если хочется по-настоящему, Безусловно, но если он посылает меня, если я заболел, болезнь меня ждет, почему я боюсь тогда? Дела держат, но почему я боюсь смерти? Ну, кто-то не боится, но большинство-то испугались, и маски, и так далее, все это, это было, ну, реально был страх, люди испугались, некоторые до сих пор в масках ходят, а когда в лесу людей встречали, по лесу уйдешь, человек идет один в маске, по лесу, это не страх, это что это? Дела держат, это страх, страх искажает сознание, когда появляется страх жизни, жизнь заканчивается, жить невозможно со страхом, а ответ простой, мне кажется, если бы мы жили, я беру, если бы про неверующих, ну, кто не живет религиозной жизни, не то, что говорю неверующий, для неверующего человека, для нерелигиозного, конечно, для него это страшно, что там, чего, как, зачем, но если человек ходит в храм или в мечеть, для него это должно быть, как будет, я туда иду, там лучше, а почему, а почему боялись, на мой взгляд, ответ простой, потому что мы не живем так, как должны жить, мы не должны, мы не живем, мы не готовы умереть просто-напросто, и взять сколько примеров, даже из литературы, когда простые люди, даже, может быть, они не очень религиозные, говорят, я все, я здесь уже сделал, я готов умереть, я уже готов, я готов к переходу, а мы, конечно, в силу молодости, в силу каких-то дел, проектов, замечательных идей, у нас, вот, у нас впереди было, там, поездки, проекты, изучение и так далее, и вдруг у меня обрывается, ради чего, ну, там, мне не хочется блаженствовать, мне хочется здесь, пахать и здесь наслаждаться, трудиться, но главная причина, то, что каждый из нас, вот, я по себе сужу, что мы, мы были не готовы, мы не жили так, чтобы сказать, да, господи, я вот, я готов туда, да, у меня таких грехов нет, чтобы я не был, но парадокс, парадокс в чем заключается, что пришла, пришла вот эта пандемия, и люди должны были, сказать, измениться, а люди изменились, хоть на секунду, они стали лучше, чтобы не бояться, парадокс в том, что люди купили гречку, купили сахар, остались дома, боятся, лишь бы пережить и дальше, и дальше жить, но момент смерти, он все равно придет, вот он пройдет, и будет другая пандемия, и скорее всего, она будет еще у нас, еще нет, не исключили из проекта пандемии, я думаю, простите, может быть, так не должен, может говорить, но мне кажется, да, был замечательный проект, обкатки за месяц, всех посадили, не выходи из дома, и замечательно, если, и с правдами, и неправдами, там было и правда, и неправда было, притом я скажу, один маленький, один маленький пример, это есть итальянский сайт, где онлайн показывается количество смертей, как бы вот просто, по Италии, и самое поразительное было, там, 19-й год, условно говоря, и говорили, кстати, тоже всегда, вот это, к сожалению, это оно присутствует, это прием, замечательный прием, не договаривать, сегодня умерло в Италии 400 человек, сегодня умерло опять, и все такие, ааа, 400, ааа, а посмотрите, год назад, сколько в этот день умерло, год назад в этот день умерло 380, а умерли в каком возрасте, 85-90, умирали молодые, да, страшно, были всякие, были случаи, но когда тебе говорят, что в количественном, даже в процентном отношении, процент, вот в Италии, например, я по России не знаю, потому что эта статистика тоже была такая, знаете, она такая разная была, но в абсолютном количестве, там умирало в год, там, условно говоря, 8 тысяч человек, а там начало, там, умерло 9 тысяч, ну, это так, там было, я говорю, там было 300 тысяч, а там 350 умерло, да, умерло больше, но это не 300 тысяч и 3 миллиона, например, когда вот все, все, страх, мы умрем, но вот получается, нам пришла вот эта пандемия, если брать религиозное, как бы восприятие, Господь послал вот этого испытания, к сожалению, к сожалению, какой оно эффект произвело, ну, только страх, немножко там кто-то стрепенулись, храмы закрыли, мечети закрыли, ну, 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 ладно, хорошо, и дома еще удобнее молиться, а то и можно вообще не молиться, открыли храмы, никто не пришел, так храмы, в храмах меньше стало людей, не знаю, в Татарстане, наверное, в Москве точно меньше стало людей, люди сказали, а зачем, раз нам разрешили не ходить, ну, вопрос-то не в этом, а сейчас тоже вот продолжается ситуация, пришла тяжелая ситуация, внешнеполитическая, военная операция, опять же, испытания, испытания для всего народа, опять же, был какой-то момент такой, где-то, и тяжести, и страха, и неизвестности, и так далее, и что опять был какой-то момент, опять гречку купили, опять, опять сахар купили, опять, а кто встрепенулся, встрепенулся тот, у кого забрали сына, у кого забрали мужа, кто сам чуть не ушел туда, или у кого там знакомого убили, а для большинства раз-раз, и мы опять успокоились, вот поэтому эти такие вот вопросы, к сожалению, как мы стали немножко по-своему, по-своему стали, с одной стороны, страх нас мы боимся, с другой стороны, где-то толстокожесть, нам ничего, и все, все травато, что-то такое, это мы рассказали, разговаривали про удовольствие. Спасибо. Далеко достаточно пошли, да, такие очень глубокие-глубокие диалоги, споры может вывести вообще, такое ощущение, что страх делает людей безумнее, это вот хочется тут порассуждать, но есть вопросы из зала, все-таки давайте, мы вот у вас микрофон, пожалуйста. Да, я, собственно, задам вопрос, речь о котором шла изначально, и вот лично мне интересно, вот вы жили одно время в мусульманской стране, и мне интересно, ну, во-первых, отношение именно мусульман к христианам, и второе, может ли вообще вот священник христианский, христианский, православный, даже с учетом отношения православия к исламу, скажем так, преподавать его так, чтобы это отвечало интересам и тех, и тех, и того, кто преподает, и тому, кому преподает, потому что мнения ведь бывают разные, а канон один. Спасибо, хороший вопрос, очень. Первое, исламские страны, исламские страны разные, есть у нас Эмираты, есть Саудовская Аравия, есть Пакистан, есть Египет, ну, вот у меня были, скажем так, краткие три опыта, Египет, Эмираты и Саудовская Аравия. Ну, если по-честному, я четыре раза был в Египте, приезжал в институт коптских исследований, как был гостем патриарха Коптского, и четыре раза приезжал, четыре раза были теракты в отношении коптов. Вот, четыре раза, да. Лично я не испытывал никаких, скажем, со своей стороны неудобств, потому что я я садился в такси и сразу начинал цитировать Коран, и мне мне было, мне говорят, о, маша Аллах, маша Аллах, такой Коран читаете, да, может, вы и хотите, христианство, стать мусульманем, я говорю, нет, мне все устраивает, и здесь как раз вот я скажу, вот, может быть, не знаете, а может, знаете, в Коране есть замечательные слова, которые я всегда привожу, но мне кажется, для Татарстана они тоже очень подходят, и, в принципе, для межрелигиозного такого-то взаимодействия, диалога. Во второй суре сказано, что это значит? Переводим. Верующие, кто это имеет в виду? Мусульмане. И иудеи, и сабеи, и христиане, те, кто веруют в Бога, в последний день делают добрые дела, то они, им нечего бояться, у них будет награда у Господа, и они не будут огорчены. Вот это в Коране сказано. По-моему, 59 стих, сура таль-бакара, в любом случае, сура таль-бакара. Вторая сура. Я говорю, когда мне говорят, давай к нам, в ислам. Я говорю, зачем мне, у вас уже для меня все хорошо, мне нравится. В Коране сказано, что у христиан будет все хорошо, зачем мне. Вот, поэтому, если это такой обывательский уровень, опять же, в контексте Египта, там есть сложности, копты – это меньшинство, но им не просто там. И для многих христиан, будь ты в Нигерии, например, вы знаете, тоже это не секрет. Тяжело в Нигерии. Я не был в Нигерии, но статистика есть. Тот же Пакистан. Проблемы есть? Проблемы есть? И это никто не скрывает. Ну, Афганистан. В Эмиратах? В Эмиратах проблем нет. В Эмиратах замечательно. Всем замечательно. Мне было замечательно. Я был несколько раз. Первый раз я был в Эмиратах вот как раз в феврале 2019 года. Была подписана декларация на человеческое братство между папой, папой католической церкви, Франциск, и шейх Алясхар, это, скажем, такой интеллектуальный авторитет для всех мусульман всего мира, они подписали декларацию человеческого братства, что мы, все братья, должны жить мирно и дружно. Вот два, скажем, таких высочайших авторитета в христианском мире, в исламском мире подписали. потом они, во что это воплотилось вот конкретно, буквально 16 февраля, мне тоже так посчастливилось по-своему, я был уже свидетелем, в ноябре были в Бахрейне, они опять же встретились, отметили, чокнуться они не чокнулись, потому что мусульмане, ну, можно чокнуться, но там соком, отметили, что это была подписана вот эта декларация, а в феврале в Эмиратах, в Абудабе, недалеко от места подписания декларации был открыт Дом аврамических религий. Что это такое? На красивом, красивое место, просторное, стоит огромный храм, огромная мечеть, огромная синагога. Вот они на одном пятачке, ну, скажем так, пятачок, он большой пятачок, богато все, причем, знаете, так они в этом плане молодцы, они так вот, визуально о них не отличишь, где, где что, то есть там по каким-то символам, то есть внутри все понятно, сразу заходишь, понятно, где ты оказался, а внутри, чтобы все было вот у нас это, Дом аврамических религий. Вот Эмираты, в Эмиратах, более того, скажу мне, там есть православный, православный храм есть, в Шарджи, это недалеко от Дубая, и более того, скажу мне, мои друзья-мусульмане, наши мусульмане, говорят, отец Григорий, давайте мы, вот мы нашли место в Дубае для храма, давайте мы вам там построим, мы вам найдем деньги и построим там храм. Я говорю, я за. Вот это мусульмане, мне говорят, не христиане, давайте построим, хотя там христиан, скажем, много, давайте построим, давайте в Миви. Вот. А Саудовская Аравия тоже это отдельный интересный случай, скажем, если так, как ни крути, у нас какая, есть несколько уровней ислама, да, в геополитическом контексте или в таком, в плане авторитета. Первое, сколько, на ваш взгляд, сколько исламских стран в мире? Две. это именно исламские и исламские эти... Хорошо, я спрошу так, есть организация исламского сотрудничества, организация исламского сотрудничества, туда входят в храм, ой, страны преимущественно с мусульманским населением или с большинством мусульманского населения. Вот сколько стран, членов организации исламского сотрудничества? Что за губи? Да-да-да, подождите, 57, 57 стран. Россия наблюдатель, потому что в процентное отношение мы не вытягиваем, не вытягиваем, у нас должно быть там больше 50, наверное, больше 60, не знаю, 57 стран. Причем буквально вот два дня назад, три дня назад митрополит Кирилл был как раз в доме приемов МИДа в Москве министр Лавров встречался и раис республики Татарстан Мениханов встречались со всеми послами организации исламского сотрудничества. То есть и речь о том, что нам надо вместе взаимодействовать, 57 стран. То есть такой огромный спектр. А какая самая большая исламская страна в мире? По численности. Идонезия. Сколько это примерно? Порядок? 150. 300 миллионов. Почти 300, да, почти 300 там. По под... Ну там 280 там. Да, хорошо за 200. Потом что у нас идет? Пакистан, да, Пакистан порядка 200 миллионов. Порядка 190 миллионов почти. Или Индия. Индия полтора миллиарда, сейчас она перешла, но население исламское там под 200 миллиардов. Там они просто подсчеты нет. То есть Пакистан и Индия они вот это. А потом Бангладеш это 180 миллионов в Бангладеш. Уже там было 10 лет назад было 125, 180. По территории там Татарстана. Сколько площадь Татарстана? 70 тысяч. 70 тысяч. Ну вот, а здесь... Первому ряду надо поаплодировать. А здесь два Татарстана, но население Татарстана 4 миллиона, да, так, грубо говоря. А здесь 180, понимаете, да? Просто порядок, да? Ну, Египет там под 100 миллионов, там, Иран 80 миллионов, поэтому такие. Но это вот именно в количественном. А если брать авторитеты, мы сказали, шейх Алясхар для всех мусульман самый-самый такой вот в интеллектуальном отношении. А если брать в абсолютном, скажем так, авторитете, конечно, Саудовская Аравия, Мекка и Медина. И король Саудовской Аравии как хранитель двух святынь Мекки и Медины. И до последнего времени, вот я пять лет назад был первый раз там, и там 10 лет назад, 10 лет до этого, условно говоря, с нательным крестиком не пускали, нельзя было проехать. Ну, такие правила были, все там. А я приехал пять лет назад, говорит, а до этого православный священник был 10 лет до меня один раз. И то он был по группе стратегического видения, знаете, да, такая есть? Группа стратегического видения контактов России с исламским миром. И возглавляет ее по традиции президента Татарстана Раис Мениханов и туда входит. Вот, и там было выездное заседание, и вот наш священник один был, 10 лет до меня. А я вот за короткое время пять раз был. Более того, год назад, год назад, митрополит Кирилл Татарстанский как раз было тоже выездное заседание, и мы были там, и мы были, тоже был до последнего, был разговор, вот, к вашему вопросу. До последнего был разговор так, а мы с крестами, не с крестами, с поногими, не с поногими, колбок, то есть так вот, просто я приезжал, я крест оставлял дома, думаю, ну, так, в подряснике просто, так, думаю, зачем мне это, какие-то там, что были разборки. Вот, а мы были уже с крестами, все это было такое настоящее историческое событие. На Судовской Аравии был православный архиерей в полном облачении, это был вот такой, можно сказать, прорыв. Вот, поэтому и сейчас Саудовская Аравия, у них есть такая программа, называется 20-30, Мухаммад бин Сальман, наследный принц, он, скажем, такой, попытка полного открытия в сторону такого, скажем, свободы, скажем, в сторону свободы, ну, в широком смысле, например, там была раньше полиция нравов, сейчас ее нету, полиции нравов. вот, туда начали давать туристические визы, стали давать, вот я жил немножко, жиди раз, стою там на берегу, раз какая-то группа русских туристов, ну, ничего себе, как-то это необычно, просто необычно, чтобы туристы в Саудовской Аравии, раньше туда были, ну, сами знаете, только паломники, хадж, умра, вот, ну, рабочие, да, там есть какие-то, вот, поэтому, это, что касается пребывания в стране, да, это, это один момент, если брать Сирию или Иван, например, это отдельный контекст, там уровень взаимодействия или Иордания, там веками, просто веками живут блок оба, крестьяне, мусульмане, у них совершенно другое взаимопонимание, у нас, к сожалению, с одной стороны, традиционно где-то есть, а где-то и вообще не хватает, культуры, общения, культура взаимопонимания, и это вот в первой части ваш вопрос, если преподавание, ну, я скажу свой опыт, здесь у меня был опыт обучения Папский институт арабистики и исламистики в Риме, у нас преподавали и мусульмане, и христиане, учились тоже, и европейцы, и арабы, учились тоже там открыто для всех, мусульмане, христиане, буддисты, пожалуйста, приходите, и смысл, на мой взгляд, смысл, что здесь даже просто довольны, просто, может быть, недовольны, но главный подход, что в такой ситуации я рассказываю о себе, я не даю оценку, я говорю, у меня вот так, я считаю вот так, я не даю оценку, скажем, суждения, я могу сказать, что вот это я считаю, что по-христиански это неправильно, но я не даю оценку уже, скажем, какую-то такую нравственную или моральную, научную и так далее, вот, и у нас, я помню, у нас там студенты говорят, а как вот здесь это, ну, здесь в Коране написано так, в хадисах так, а вы делаете вывод, а в Тавсире, пожалуйста, вот так, потому что, что, сказать в христианстве или в исламе, вопрос, кто сказал, в Хрудинразе, или Ас-Суюте, или там, Аль-Газали, я помню, с одним мусульманином общался, я говорю, вот величайший ученый Ас-Суюте, у него такая книга есть, «Итканфилюль олюмаль Куран», «Совершенство в коранических науках», и он там какой-то, у него там есть такая глава, она называется, «Стихи, которые сошли на Умара, прежде чем они сошли на Мухаммада». Я помню, одному мусульманину говорю, ну вот такая есть ситуация, говорит, нет, не может быть, не говори такого, это же просто, это невероятно, это не может быть, я говорю, ну это не я придумал, это Ас-Суити, Ас-Суити он не придумал, он взял это из хадисов, то есть это, причем для, смысл, я насколько, для себя понял, что для мусульманина, тысячи лет назад, это вообще не было проблемой, потому что если Коран вдохновения, он снизошел, в каком чуть-чуть порядке, ничего страшного, там все равно это слово Божие для мусульманина, в каком бы порядке и на кого, то, что на Умара там чуть раньше, и как это тоже интерпретировать, ну просто Умар сказал, а потом снизошел, вообще не проблема, для православного, но вот здесь есть вопросы еще и культуры, культуры нашего уровня, нашего знания и восприятия, насколько человек готов услышать, то, что можно говорить в научной среде, наверное, не стоит говорить на улице или в метро, то, что можно говорить в узкой конференции, может быть, неправильно говорить об этом где-то в коридоре, оно разный уровень дискуссии, разного уровня восприятия, более того, на мой взгляд, если так по большому счету, тот такой же, можно сказать, вывод, один из выводов, который для меня очевиден, что мы говорим о межрелигиозном диалоге, но, скорее всего, надо говорить о межрелигиозном взаимодействии, потому что диалог у нас, он довольно небольшие темы, которые мы можем затрагивать, если брать в плане вероучения, то они очень ограничены, если брать социальная сфера, культурная, моральная нравственность, но у нас, да, есть поле для рассуждения, если брать, собственно, такая доктринальная вероучительная, то она очень небольшая между исламом и христианством, вот, поэтому, а взаимодействие нам просто необходимо, жизненно необходимо, без него не обойтись, вот, поэтому, поэтому и преподавание, конечно, я считаю, обязательно, если идет преподавание, условно говоря, ислама, условно-казанского семинария, обязательно должны преподавать и мусульмане, и у нас так и есть, у нас есть мусульмане, которые в казанском духовном семинаре преподают, правильно? Можно знать предмет, но его, знать фактуру, но не понимать, не чувствовать, это примерно как, ну, условно говоря, тот, кто фигурному катанию будет человек учить, ну, как пример, да, который прочел все книги, по фигурному катанию, но не стоял на коньках, он скажет, надо вот, чтобы перед там тройным луцем, надо там, условно говоря, там, с правой ноги, там, с внешнего ребра, условно говоря, там, или там, или двойной, там, аксии, надо вот так прыгать, но если ты не можешь ничего показать, то ты не это, если ты сам не стоял, не прочувствовал, не знаешь, как это, это будет немножко другое, но это вам во всех сферах, так, наверное, вот, так что, если, если еще есть вопросы, или... Спасибо, да, еще есть вопросы, поэтому давайте вот, вот сейчас вы, потом вот сюда микрофон, потом к вам. Добрый вечер, и мой вопрос будет связан с тем, что вы говорили по поводу ковида и страха смерти перед ним, что для верующего христианина такой страх, ну, скажем так, бессмысленен, потому что он после смерти отправится к Богу. Я хотел узнать, если этот страх связан не с личной смертью, а с тем, что, например, я могу заразить ближнего, и этот человек умрет, вот этот страх становится более осмысленным, или точно так же бессмысленным? Ну, в таком конденции, конечно, это совершенно другая, безусловно, другое измерение страха. Это я, опять же, уже не за себя боюсь уже, а за ближних, а за ближних, конечно, это по-своему, это и выражение моей любви к ближним, когда я переживаю и боюсь за них. Это совершенно другое, конечно, это, по-своему, это естественно и оправданно, и мы сколько раз бывает в жизни идем, там какая-то машина едет, и там, там, будь то ребенок, будь то кто-то, наш знакомый идет, мы только что мне-то рядом, но это, ну, это естественно, то же самое, любая болезнь, ковидная, конечно, да, поэтому здесь, здесь это совершенно другое измерение. За другого человека, если, другое дело, если я знаю, что он относится и не боится, тогда уже, зачем и я должен, да, потому что это как это, вот, уже восприятие. Если человек боится, например, ну, сколько было ситуаций, когда я знаю, что человек боится, конечно, я не буду его смущать, и на сто шагов не подойду, если ты боишься меня, что я тебя заражу, но не буду подходить, конечно, зачем. Это, ну, это естественно. Да. Пожалуйста. Добрый вечер. У меня такой довольно интересный вопрос по поводу взаимодействия ислама и христианства в России. Как вы считаете, люди, представляющие эти две разные конфессии, христиане и мусульмане, они друг к другу относятся в большинстве своем более нейтрально или более враждебно настроены именно в нашей стране, в России? Возможно, в ситуации там по Москве, может быть. мусульмане, христиане в России. Но здесь одного ответа не будет, безусловно, потому что мусульмане, правильно вы сказали, например, в Москве, да, если бы в Татарстане. Как ситуация в Татарстане в целом? В целом, насколько я понимаю, в целом спокойно, дружелюбно, потому что исторически сложилось, другом, бок о бок живем и принципиально, мне кажется, проблем нету на бытовом уровне. Если брать Москву, это совершенно другая история. С одной стороны, там у нас я сам москвич, но родился в Москве, традиционно была всегда татарская составляющая. Очень яркое присутствие улицы Ордынка, Вардувилла, астраханские бани, условно говоря, многое даже. Поэтому была целая каста дворники московские, это были татары, это была совершенно особая каста, особое сословие. Более того, если мы вернемся в историю, татары в московском княжестве, в какой-то момент они занимали, ну, скажем так, замечательное положение было взять, Касимов, Рязанов, это были замечательные земли, владения, вот, и в этом плане это была часть, часть русского государства. В какой-то момент, когда, если мы говорим уже Советский Союз, опять же, потому что у нас было царское время, это было своя, да, ситуация там была, скажем, до разной периоды, потом было в Советское время, этот вопрос, в принципе, не существовал, а то, что сейчас, я наблюдаю, конечно, сложности есть в чем, ну, не побоюсь, скажу, миллионы есть приезжих, но это не татары, это, чаще всего, если были в Москве, если в такси ездили, то это 99% будут киргизы, скорее всего, киргизы, да, в основном киргизы, потому что у них там им не надо получать разрешение на работу, они приезжают, там проще всего, потом таджики, узбеки, это вот миллионы людей, и проблема в чем заключается в том, что эти, в основном, молодые ребята, они не из Душанбе, они не из Ташкента, они не из Бухары, они в основном из деревень, из гор, то есть где нет работы, они приезжают, у них нет образования, у них не хватает культуры, у них жилищные и социальные условия плохие часто, у них зачастую это они на нелегальном положении, и все это выливается в то, что у них и с одной стороны и москвичи на них могут смотреть немножко, так скажем, это, ну, с некоторым таким настороженностью, а это, соответственно, это чувствуется и с их стороны, более того, к сожалению, еще есть такой обратный процесс, мне замечали многие, говорят, когда люди приезжают, вот там, те же таджики, узбеки, они в метро, например, только женщины заходят, они сразу подскакивают, первые, все, там, русские ребята могут сидеть, там еще мужчины, там это, а эти все раз, а потом они проходят время, они ее смотрят, так эти не встают, а чем бы выставить, и они, и они берут худшее, они забывают, что перед женщиной, где бы ты ни находился, ну, если ты молодой парень, ты встань, какая разница, где ты находишься, они говорят, а русские не встают, и мы не будем вставать, к сожалению, было немало конфликтов, конечно, таких, но они где-то на бытовой почве, где-то это, вот, поэтому, некоторые, скажем, я вот по себе скажу, вот у нас, дворники у нас, там, в основном, мне говорят, таджики, им там пару слов, там скажешь, улыбнешься, все, совершенно, к сожалению, здесь зависит уже на личном уровне, если ты, два-три слова знаешь, там выучил, там, по таджиксе или по узбексе, казалось, он будет счастлив, он будет твоим другом, как это, как это, в принципе, было в Советском Союзе, это же было, ну, социально, ну, может быть, там, нехотя на идеологии, может быть, там было, не знаю, там, это не мое дело, но социальная модель, там было все, на самом деле, кто застал, кто жил, у меня отец весь Советский Союз проехал, это же было, все равно это было, ну, на самом деле, дружба народов, она была без, можно смеяться, можно улыбаться, но это было совершенно такое, хорошее, доброе взаимодействие, вот, поэтому, и здесь вопрос даже, безусловно, да, эти ребята, мусульмане, они фактически не знают ничего о христианстве, большинство москвичей и христиан фактически ничего не знают об исламе, то есть у нас это просто такая общая, вот я сейчас в семинаре преподаю, вот, приехал, магистратура, то есть это уже, скажем, да, магистратура и исламоведение, некоторые простые вопросы, а мы сходу не можем ответить, то есть у нас нет общей культуры вот этого знания религиоведческого, и это сказывается, если я знаю явление, то я уже знаю, как это, как общаться, как подойти, что сказать, что не сказать, как поздороваться, что меня обидеть, или что сделать, что не сделать, но это зависит от каждого из нас, и это раз, второе, конечно, мне кажется, безусловно, здесь нехватка и вопрос, как раз здесь вот я много раз выражал свое такое пожелание, как раз призыв к масс-медиа, к журналистам, к телеканалам, Раша Туда и Первый канал, почему у нас на Первом канале что угодно можно увидеть, но регулярно происходят встречи муфтиев, священников, у нас там какие-то спортивные турниры происходят, просто какие-то круглые столы, вот такая встреча, такая там, условно говоря, Болгарская Исламская Академия, взаимодействие между семинариями, там это, кто об этом знает, где это показано, в каких-то телеграм-каналах надо найти, почему это, а для нашей страны это должна быть картинка, чтобы она входила в подсознание каждого простого, на билбордах не то, что там и моя девушка на тебя смотрит, тоже подсматривает, а чтобы это было сразу, вот смотрите, как вот, муфти здесь все это, чтобы это входило в обиход нашей жизни, как норма нашей жизни, это должно быть воспитываться, это, скажем, паттерны, эти образцы, эти примеры, они есть, но они мало транслируются. То есть вы считаете, что важно, вы просто освещение данного вопроса? Это одно из необходимых составляющих, обязательно, этого недостаточно, но то, что есть, взаимодействие хорошо, но его мало тоже, очень мало, очень мало взаимодействия, оно должно, оно есть, но его мало, его должно быть, оно есть на, скажем, элитарном уровне, элита религиозная, общается, у нас есть религиозный совет России, в каждой епархии, владыка Кирилл с Камильем Хазратом замечательно общаются, в любой епархии такая ситуация, там у вас по Вуфе, там владыка Никон и Таджудин, муфтии Верховной России, замечательно, ну а где это, где эти фото, где это, в семинарию зайдешь, там найдешь это, наверное, в духовное управление придешь, там это видно, но это должно быть, вот как минимум, я вам рассказываю, а вы должны сказать, да это мы знаем, что-то, давайте о другом говорим, это мы и так знаем, а вы это тоже не знаете, что у нас вот это, это есть, это существует, мало оно существует, это должно развиваться, и более того, вот элита у нас это находит взаимопонимание, понимает, зачем это надо, и в администрации президента это понимают, а транслировать на, на дальше, шире, в Башкирии там, я знаю, это где-то транслировать, в Татарстане, безусловно, это есть в той или иной степени, у нас более того, вот мы сейчас вчера в Раевский монастырь ездили, показывали, там было, проходил турнир, хоккейный, там, причем приезжал, я не побоюсь, потому что это показано по телевидению, там, наш епископ стоял на, 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 на воротах в хоккей, играет все, там, из Салавата, все замечательно, там, православная команда, и это, у нас, кстати, здесь было как раз, это в этой презентации, у меня было, там, мы не показали, там, наверное, у нас тоже было, в Подмосковье проводили турнир, там, духовное управление, команда футбольная, и, там, команда Московской духовной академии, есть, есть образцы, где мы должны, что у нас получается, надо это развивать, не останавливаться, показывать это. Спасибо, аплодисменты. Аплодисменты. Каждый раз вам надо подсказывать, каждый раз подсказывать. Просто все глубоко задумались, да, но вот самое время и реакция. Ну, это одно другому не мешает. Пожалуйста. Да, здравствуйте, уважаемый отец Григорий, вот у меня вопрос такой, вот ваше повествование о Египте, образовании, о религиническом образовании, навело меня на одну мысль, вот если мы вспомним про Египет, то это на самом деле консервативная, аграрная страна, в которой в 38, если я помню, году образовалась такая организация, как братья-мусульмане. Организовал ее и создал образованнейший человек, Хасан Альбана, который был по образованию учителем. И вот, соответственно, если мы проследим дальнейшую цепочку развития террористических некоторых организаций и движений, то за их лидерами являются образованные люди со своего времени. То есть тот же Бен Ланден был инженером, а тот, кто, собственно, этого Бен Ландена притащил в Афганистан, ой, в Пакистан сначала, это Шейх Алязам, он был вообще ректором философского факультета в Саудовской Аравии. Ну и так можно продолжать достаточно долго. Тот же самый убитый лидер ИГИЛ в Аль-Багдаде, так называемый халиф, он был тоже доктором философии. Соответственно, вот такой вопрос. Считаете ли вы, что религовическое образование предотвращает развитие и проникновение радикальных идей в умы верующих людей, или же наоборот? Или же вот эти вот мною названные примеры, это такие одиозные, скажем так, как единичные случаи из абсолютного большинства? И что способствует тому, что такие образованные люди становятся, вот так вот используют вот это вот образование им данное в своих корыстных и вредоносных целях? Спасибо. Да, вопрос очень такой насущный, актуальный. Я думаю, здесь ведь вопрос заключается не просто в образованности, а в том, как мы используем эту образованность. Потому что можно научиться изучить химию и создать какое-то лекарство, которое спасет получеловечество, а можно какой-то яд, который отравит получеловечество, когда можно создавать и, к сожалению, к сожалению, видимо, без этого нельзя обойтись, можно создавать смертоносное оружие, а можно те же самыми технологиями накормить полмира. Это такой большой и тяжелый вопрос. И в этом и есть ответственность, скажем, элиты в любой сфере медицинской, интеллектуальной и искусства, политическая элита, государственное управление. Это все вопрос, как мы используем то, что мы имеем. Таланты. Отнять, например, таланту Наполеона или Гитлера. Были талантливейшие люди или лидеры? Муссолини. Если бы они не были бы талантливыми лидерами, они бы не смогли бы организовать и повезти за собой миллионы и миллионы. Но куда повезти? И здесь вопрос, конечно, я отвечу так, в свое время меня спросили, говорит, а вот ИГИЛ, это правильные мусульмане или плохие мусульмане, или вообще не мусульмане? Я говорю, но здесь вопрос не ко мне, вопрос, как я отвечу на этот вопрос, будучи православным священником, это не имеет большого значения. Вопрос, как ответит большинство мусульман на этот вопрос. Если большинство мусульман ответит, что это ИГИЛ, как поступает или там ИХУАН АЛЬМУСЛЕМИН, или кто там, ну, любую возьмем там, или как бы террористическую, или псевдотеррористическую какую-нибудь организацию, если большинство мусульман скажет, да, это вот наш, это хороший, правильный ислам, так и надо действовать, поступать, но тогда мы имеем проблему, тогда, можно сказать, у мирового сообщества нет будущего, а если большинство мусульман, в том числе образованный, скажет, нет, ну, вот эти ребята, они, они мусульмане, но они неправильно поступают, они неправильно интерпретируют Коран, и здесь тоже самое, вопрос, мы берем каждого отдельно взятого вот этого, он образованный, да, но, это его понимание, к чему он призывает, будь то Коран, или, все время там были крестовые походы, к чему, скажем, нам претензии к христианству, не к православному христианству, но в принципе к христианству, вот у вас были крестовые походы, вы там это, вопрос, зная и беря Библию в руки, Евангелие или Коран, как я толкую тот или иной стих, если я знаю, что я убежден в этом, что вот надо толковать именно в таком радикальном смысле, это вопрос именно к тому, да, человек образованный, но он сознательно, он хочет чего добиться, и здесь уже вопрос, конечно, к тому же там, условно говоря, создатель Ихван Аль-Муслими, насколько я помню, он хотел просто, чтобы был, навести порядок, чтобы была, да, организация, которая, она была бы, скажем, по-своему, это было как социальные ячейки, чтобы друг друга поддерживали, социальное братство, во что она выливается потом со временем, идея задается одна, потом ее могут перехватить и интерпретировать неправильно, но человек, если он отдает себе отчет, я хочу, чтобы вот эта организация, которую я создал, Аль-Бахдади, он говорит, да, я образованный, я знаю, я считаю, что ислам должен убивать верных и неверных, уничтожать культуру, он за себя сам, и мы уже говорим, а нам кажется, ну, если для христиан, ну, это понятно, что это мы им не приемлем, если мусульмане скажут, ну, это тоже мы, для нас ислам, мне кажется, он ошибается, в своей интерпретации ислама, он очень умно образованный, но его интерпретация, она противоречит, скажем, всей традиции мусульманской, да, он нашел стих, там, такой или такой в Коране, или в хадисах, или пример взял какой-то, но мы считаем, что он поступает неправильно, мы говорим, что он неправильно поступает, поэтому здесь можно так поступать, не зная, у меня вот, были какие-то примеры, в такси еду тоже, я говорю, я вот куда, я в Дагестан лечу, я говорю, а зачем, я говорю, там может межрелигиозная встреча, а зачем, а надо ли, я говорю, ну, а как же, я говорю, а вот это, какой-то там это, и мне, я говорю, ну, вот в Коране же написано, а я не понимаю, Я говорю, еще в Коране написано, а я не понимаю. А кого слушать? А вот этот шейх Абдулаев, Магомед Мухаммад Абдулаев, он это, Ахмад Абдулаев, шейх Дагестан, он плохой. Я говорю, а почему вы сказали? Почему вы считаете, что тот, кого по интернету слушаете, если вы сами даже не понимаете Корана, а вы одного слушаете, а другого нет, вы сами сначала разберитесь, выучитесь. Поэтому это может быть пример, человек может вообще не понимать и не знать, и он кого-то послушает, и это близко. Потому что здесь ведь вопрос, в чем у человека есть склонности к тому или к другому. Один человек, он более агрессивный, а другой более миролюбивый. Один более, и, соответственно, зачастую, и в духовной жизни, даже в церкви бывает так, люди приходят, они к одному батюшке пойдут, к второму, они не хотят услышать то, что надо, то, что от Христа, они хотят услышать то, что им приятно, что им ближе. Я думаю, и в религиозной жизни, и в мусульманской среде примерно, может быть такая, я просто по аналогии с христианством говорю, что может быть такая ситуация, что люди приходят, они ищут то, что им более созвучно, то, что им ближе, то, что им нравится. А какие конечные цели были Аль-Багдаде или у кого-нибудь там, что он сознательно хотел завести все человечество в хаос, или просто хотел обогатиться, как вы сказали, корыстной цели, или еще какие-то, или он был убежденный, скажем, радикал, и интерпретировал ислам в этом смысле, но это сложно сказать, это не мне судить, поэтому это уже человек сам дает ответ на этот вопрос. Поэтому, мне кажется, здесь вопрос образования есть, но я не думаю, что именно само образование является тем фактором, который направляет в радикализм или не в радикализм. На мой взгляд, образование, оно, скажем, открывает горизонты, открывает горизонты, на мой взгляд, шире. По своему опыту, я помню, когда учился в Духовной академии, для меня католицизм, для меня было такое, иезуит, и католицизм было такое, именно рицательное. Мне было это вот, католики, иезуиты, это было просто ругательное. Я поехал в Италию, и я увидел, что там это не так страшно, среди них есть большинство, большинство людей простые, хорошие, добрые люди. Более того, я возвращался в академию, мне говорят, ох, эти католики там. Я говорю, а знаете, вот вы говорите, ох, эти католики, хотя вы их не знаете. А католики там, они говорят, а когда же мы вместе будем, когда мы объединимся? Мы же христиане, мы должны быть вместе. Я говорю, смотрите, вот эти плохие католики, они говорят, давайте мы будем вместе и будем дружить. А мы хорошие, правильные православные говорим, ох, эти католики. Кто из нас более по-христиански размышляет? И вот это так, в отношении с исламом мне сложнее говорить, потому что у меня меньше опыта, и я даже, по сути, в каких-то отношениях не имею права рассуждать за мусульман. Но то, что со стороны я могу наблюдать, исходя из этого. Спасибо. У нас уже не очень много времени, поэтому давайте вот сейчас ваш вопрос. И если у кого-то еще по ходу ответа возникнет желание задать вопрос, то договоримся, давайте так, что он будет завершающий. Просто дайте мне знать, микрофон тогда к вам перейдет. Пожалуйста. У меня возник один вопрос. Вы еще в начале лекции рассказывали о том, что когда у человека возникает какая-то сложная ситуация в жизни, он смотрит наверх и обращается к Богу вот так. В связи с этим у меня возник вопрос, может ли это как-то означать, что Бог находится как-то физически на небе, если и ислам, и христианство говорят о том, что Бог трансыдентен. У Андрея Миронова в «Фантазиях Фариатиева», по-моему, фильм был, вот я сейчас вспомнил, у него был такой очень монолог сильный о том, что человек все время, в минуты счастья, например, поднимает глаза в небо, к звездам, в любви признается, глядя на звезд. Потому что люди вообще инопланетяне. Вот. Так как бы расширение вашего вопроса. С чего так вдруг? В Евангелии, в Псалтыре есть такое, есть такие слова «Господь хранит пришельцы», по-славянски. Поэтому мы можем даже говорить, что инопланетян никогда не поймают, потому что Господь охраняет пришельцев. Никогда не поймать. Но мне кажется, это почему в небо, безусловно, в Евангелии говорится, что Царство Божие внутри человека. Царство Божие внутри вас есть. И если брать строгие такие примеры аскезы и образцы монашества, где люди достигали такого богообщения, им не надо было поднимать. Они находились в келье, в закрытой келье, и они уходили внутрь себя, и там находили Бога. Потому что Бог совершенно верно. Мы говорим, мы читаем, да, «Отче наше жизни на небесе». Да, мы говорим, это образ, и для человека возвышенность, потому что все равно небо связано с возвышением. Можно посмотреть в землю, но мы по земле постоянно ходим, для нас это что-то… А когда мы в горы, это, мне кажется, такая природная составляющая человека, где-то вот это возвышение искать и уходить от этой обыденности. Поэтому и горы притягивают по-своему. И не случайно этот стих трона, да, в исламе, он трассыденен, он на троне, да, его нельзя постигнуть, он на троне, но там где-то. Вот, поэтому здесь, конечно, для… и священник воздевает руки в горе вверх, когда это молится, хотя можно совершенно не воздевать. То есть это как бы все равно эти символы, как мы пожимаем руку, можно не пожимать совершенно, можно даже не говорить «здравствуй», просто… Можно даже просто пройти и внутри передать, да, точно это… У нас есть такие некоторые, мы привыкли, я тебя люблю, не надо говорить каждый день, а можно и нужно говорить каждый день, я тебя люблю, чтобы, да… То есть вот эти символы, знаки, подарить цветы, зачем, какие цветы… Ну, то есть или наоборот это образ красоты, вот, поэтому и здесь это не… само по себе это не… Это мы говорим, да, воздевает, обращается к Богу, но он может быть внутри себя обратиться вверх, то есть это просто образ такой, потому что, да, вот это физически… Физически, может быть, это не совсем так, а именно так, с духовной, нравственной точки зрения это так. Вот, поэтому я не знаю, если ответил на вопрос. Я, кстати, если позволю, я тебя три минуты буквально, даже две минуты возьму, потому что тема обозначила, концептуальные основы, и ничего про них не сказал. Давайте, дайте вопрос, давайте вопрос. Вопрос, послушаем, а потом вы уже в завершающем слове, да, конечно. А то надо сейчас это… Здравствуйте, у меня вопрос будет достаточно приземленный, наверное, просто стало интересно, насколько… Вот вы рассказывали про огромное количество мигрантов из ближнего зарубежья в Москве, и насколько в Москве развита вот эта система, допустим, комнаты для чтения намаза, или рестораны, кафе, которые халяль, которые предназначены именно под мусульманский мир, потому что у нас в Татарстане, допустим, это уже принято, у нас есть отдельная сеть ресторанов с комнатами, с халяльными продуктами и едой, а Москва – город в несколько раз больше, и, думаю, понятно то, что, ну, как по мне, статистику, опять же, не знаю, мне кажется, что православных там больше, нежели мусульман, но вот именно касаемо людей с приезжих, да, стало интересно. Вот, спасибо. Я думаю, здесь, очевидно, вопрос, он, я думаю, не хватает, конечно, ни малейных комнат, ни ресторанов, но вопрос в том, что большинство, именно если брать от приезжих, они по ресторанам не ходят. Я думаю, им это просто не под силу, они какие-то покупают дешевую еду где-то. Это халяльные, конечно, есть, но это, в принципе, это все, ну, здесь, к сожалению, чистый бизнес, и, в принципе, если надо, все это развивается, и можно развить, и эти вопросы идут. Здесь никаких препятствий в этом отношении вообще нет, я думаю, проблемы нет. В плане комнаты, конечно, другое, но где, как это открывать, если там мусульмане работают на стройке, например, там, ну, или в такси, да, где-где. Вот поэтому здесь в практическом отношении это можно и нужно решать, и потихонечку решается, где, вот, я думаю, этого, конечно, не хватает, это такой инфраструктуры, она нужна, на мой взгляд, безусловно, чтобы это было все это достойно. Ну, сейчас во всех аэропортах, по-моему, есть, например, вот поэтому можно ездить в аэропортах, во многих торговых центрах, ну, наверное, не везде, но встречается, наверное, ну, это, это все это можно было бы, это, думаю, здесь, я думаю, это нехватка есть такая, но вопрос здесь и самоорганизации, при том, что те люди, у которых есть власть и возможности, в принципе, у них есть все, все необходимо, чтобы это сделать. У нас, к сожалению, я думаю, знаете, ситуация у нас, там, несколько мечетей есть в Москве, но были ситуации, когда выделялись участки для мечетей, и мусульмане в силу разных причин говорят, нет, нам здесь не подходит, давайте другое, не хотим здесь, хотим там. То есть здесь интересы, к сожалению, к сожалению, они, ну, остаются людьми и думают о себе при этом, вместо того, чтобы оставались людьми, думать о своей ближней, которым и здесь бы подошла мечеть, раз им дали его, поэтому здесь, к сожалению, этот вот фактор человеческий, его очень сложно убрать, и мы стараемся говорить о возвышенном, стараемся, ну, кто, насколько соответствует, это уже вопрос каждому из нас, каждому муфтию, каждому священнику, это уже дело совести, вот, поэтому, а так, халяльной индустрии, я думаю, недостаточно, но, в принципе, найти можно, найти можно. Если брать еврейский, там, по-моему, у нас только три, на Москве, по-моему, мы сказали, три кошерных, то есть это, ну, вот, а этих халяльных, конечно, гораздо больше, гораздо больше, ну, вот, ну, может, недостаточно, может быть, поэтому. Спасибо, и у нас действительно, да, прямо как в воду глядели, не в небо, а в воду, да, три минуты остается, вам завершающее слово, да. Интересно, да, это такая, вот, мои размышления, какие, постолька я понял, что здесь есть религиоведы же, есть, да, религиоведы, есть, да, но вот, вот, просто если одно дело международники, это одна тема, религиоведы, другая тема. Какие объективные у нас есть, могут быть, основания для взаимодействия между славом и христианством. И, на мой взгляд, одно из главных и первых, то есть первое, жизнь человека без Бога, она невозможна, не зря вот было в Конституцию внесено слово Бог, и центр жизни христианина Бог, первая заповедь, возлюби Господа Бога твоего. Если этого нет, то и жизни человека, христианина не может быть. Ищите Царство Божие, остальное все приложится, будет у вас вслед за этим. И Ислам то же самое говорит. Ай, юханас, о буду раббокум, о ладий халакакум, о ладий намин хаблякум лялекум даттакун. О, люди, даже, говорится, не мусульмане, люди, ко всем обращениям, поклоняйтесь Богу, который вас создал, и который создал тех, которые перед вами, быть может, вы будете богобоязненными. Вот это первое, я считаю, просто такая концептуальная база, мы поклоняемся Богу. И мусульмане, христиане, должны поклоняться Богу. Если мы поклоняемся Богу, это у нас уже, для нас уже, база для нашего, это первое. Второе, Бог создал мир таким, что он разнообразен. В Библии сказано, вся премудростью сотворилась. Настолько все это красиво, разнообразно, премудро. Народы, племена, языки, культуры, это все богатство, которое мы должны ценить. Оно не просто так возникло. И то же самое в Коран говорит. Мы создали вас, сотворили из мужчин и женщин, племенами и народами, чтобы друг друга узнавали. То есть в Коране это сказано, что мы, это воля Божия, чтобы вот такое разнообразие, чтобы друг друга знали и узнавали. Не закрывались друг от друга, а чтобы узнавали. Вот прекрасное. И третье, ну это просто три такие, скажем, основные на поверхности главная заповедь христианина. Мы знаем, что Бог есть любовь в православии, в христианстве. И Господь говорит, возлюби ближнего твоего. Любите врагов ваших даже, это сказано, но возлюби ближнего твоего. И Ислам говорит, не в Коране, а в хадисе, там сказано. Не уверят из вас, по-настоящему не поверуют, не уверуют тот из вас, по-настоящему тот, кто не пожелает своему ближнему, своему брату то, что желает себе. Пока ты другому не пожелаешь то себе, то ты... Понимаете, вот некоторые такие базовые вещи, которые у нас просто, если мы их иметь в виду просто, уже у нас есть такая мощная, настоящая база для нашего взаимопонимания, взаимодействия. Не говоря о том, что мы живем на одной земле, если брать Татарстан или Россия, наш общий дом. А если брать геополитический контекст, то взаимодействие ислама и христианства сейчас, по большому счету, зависит будущее мира. Это не преувеличение, это просто так и есть. Это нужно не мусульманам, не христианам, это нужно всем нам. Спасибо большое. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...